Хорошо в стране советской жизни, это хорошо в стране любимых быть. Это, наверное, самый конкретный и подробный памятник Горькому. Писатель только что спустился со своего четвертого этажа вниз, зашел в табачный магазин номер 15 Петроградского райпишторга, вышел на улицу, чтобы закурить, остановился на секунду, сейчас он развернется и пойдет в сторону Большой Монетной 18, где у него находилось издательство Парус. Эти семь лет, с 1914 по 1921 год, говорят, что Горький прожил по адресу Кронверский проспект 23, вся его жизнь была сосредоточена на Петроградской. Хотя, какая она Петроградская после Горького? Горьковская. В чистом виде Горьковская. Здесь все Горьковская и Кронверский был проспектом Горького, и метро Горьковская и памятник ему же. В конце 13-го года, по случаю 300-летия дома Романовых, Горький был амнистирован и вернулся в Россию. Поселился он в Петрограде, и в нем прожил до эмиграции, в этом доме, в этой парадной, в этой квартире на четвертом этаже. Сейчас в комнатах писателей живет семья ученых. Врач-эндокринолог и его жена Наталья, старший преподаватель кафедры неорганической химии. Вот мебель с тех времен. Мебель с тех времен? Может быть, даже она принадлежала самому Максиму Горькову? Нет, нет. В то время это был доходный дом, и, естественно, сдавались с этой мебелью. То есть эта мебель здесь была поставлена до Горького. Еще Горького помнят зеркало в багетной позолоченной раме, дубовый комод, механические часы начала века с надписью на латинице «Санкт-Петербург» и паркетный пол. Он поскрипывает, поскрипывает. Ну, это еще не скрипит. В квартире, где ночевал Герберт Уэллс, куда заходил в гости Ленин, где пел шаляпин и играли на фортепиано Рахманинов с Дягилевым, изменилось многое. Ну, например. Я вот вообще смотрю по потолку, да, по лепнине на потолке, что квартира была несколько другой планировки, да, при Горьком? Что, видимо, вот эта стена в советское время во время уплотнения была построена, да? Да, эту стену сделали уже в советское время, разделили. Одну большую комнату на две комнаты. То есть это был большой, один огромный зал такой, да? Это была огромная квартира, из которой сделали в советское время три квартиры. Этот знаменитый писательский дом получил тоже три адреса по каналу Грибоедова, по Конюшину и по Чебоксарскому переулку. Сколько же там жил и живет писателей, точную цифру найти сложно. Счет на десятки, а скорее даже на сотни. В 30-е, когда этот литературный дом только появился, по городу ходила карикатура. Весь дом увешан мемориальными табличками, как в мозаике. Среди квартирантов еще до войны числились Зощенко, Олейников, Заболоцкий, Рождецминский. Хотя все же правильнее называть его не литературным домом, а литературной надстройкой или литературным гнездом. В оригинале это трехэтажный дом придворного оркестра. Но в 30-х годах 20-го века надстроены еще два этажа специально для писателей. В то время регламента по высоте не существовало, поэтому два новых этажа вышли как один старый. Это хорошо видно по окнам. На первых трех этажах большие петербургские классические окна. На последних двух сплошь маленькие окошки. И вот одно из таких небольших окошек изнутри. В конкретно это смотрела писательница Ольга Форж. Сейчас в него смотрит пенсионер 68 лет и военный инженер в отставке Леонид Василец. В свое время он выкупил коммуналку, что была на этом месте, переделал ее в отдельную квартиру. В каждой комнате жил отдельно хозяин свой. Вот в одной комнате, в другой, и в остальных. Тут было четыре хозяина. А в какой конкретно жила Ольга Форж? Вот она здесь. Эта комната? Да, да. Именно эта комната? Да, да. Следов Форж в квартире не осталось. Хозяева в основном живут в другом месте. Здесь же, как правило, принимают гостей и селят их на ночь. Интерьер пустоватый, спокойный, личных вещей почти нет. На столе и на стенах цветы. Форж писала исторические книги, которыми зачитывалась вся сторона. Теперь же ее произведениями зачитывается нынешний владельец этой квартиры, где большая часть этих произведений и была написана. Квартира не заставляет начать писать? Мысли такие в голову не вкладывается? Нет, квартира просто заставляет духовно развиваться. В том же доме, но в другом подъезде поднимаемся с писателем Александром Мелеховым в квартиру, где когда-то жил он сам. До него Евгений Шварц. А сейчас сын Александра тоже писатель Павел Мелехс. Вот такая неразрывная литературно-жилищная цепь получается. Здравствуйте. Квартира небольшая, даже тесноватая. Комната, узкий кабинет Павла и маленькая кухня. На полках много семейных фотографий, дисков с классической музыкой и толстых литературных журналов. На прикроватной тумбе в спальне Павла свои папины книги. Однажды, когда я читал воспоминания о Шварце, вдруг читаю письмо Шварца. Пиши мне по адресу канал Грибоедова 9, квартира 79. И я вздрогнул, увидев свой собственный адрес. Отличный зачин для художественного романа. Заметно, как Александр крайне трепетно относится к этому месту его прошлым знаменитым жителям. Хотя он уже и сам часть истории этого дома и этой квартиры. Для его же сына Павла адрес канал Грибоедова 9 несет уже далеко не такое значение. Двор как двор, хорошее место. Ну, я не чувствую некому снобизму и похвастаться, что живу в таком доме. Оно довольно приятно. Вот такое, но личное отношение людей, живущих в квартирах, которые когда-то принадлежали нашим все. У всех разное, у всех свое. И здесь можно было закончить, если бы не очень важное но. Во всей этой истории есть еще одна интересная деталь. Не в квартире Шварца, которая находится в этом крыле. Не в квартире Ольги Форш, которая находится в противоположном крыле. Не в квартире Горького на Горьковской. Книг Шварца, Ольги Форш и, соответственно, самого Горького я так и не обнаружил. Павел Никифоров. Пульс города.